Центр спортивных единоборств, вкрытый футбольный манеж на 6,5 тысяч квадратных метров, теннисные корты и футбольное поле. Это первые результаты масштабных работ по созданию многофункционального спортивного комплекса на базе стадиона имени Логинова в Волжском. Сегодня качество работ, планы развития этой территории оценили участники градостроительного совета Волгоградской области. Формирование на базе стадиона Логинова спортивно-досугового кластера регионального значения идет в регионе с 2020 года по поручению губернатора Андрея Бочарова. За это время помимо футбольной площадки и теннисного корта построен Центр спортивных единоборств. Здесь уже проходят тренировки по дзюдо и самбо, занятия общефизической подготовкой грибцов на байдарках и каное. Еще один новый объект, который скоро примет первых спортсменов – крытый футбольный манеж с полем размером 90 на 55 метров, необходимой инфраструктурой для комфортных тренировок. Объект возведен по проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». В новый молодежный спортивно-туристический кластер на базе стадиона Логинова войдут в том числе крытый ледовый каток, новый 50-метровый бассейн, крытые теннисные корты, универсальные спортивные площадки, благоустроенная парковая и беговая зона. Реализация проекта позволит изменить уровень обеспеченности жителей спортобъектами и значительно увеличить количество граждан, занимающихся физической культурой. Ежегодно в регионе проводят около 350 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий. В них принимают участие более 300 тысяч жителей. С 2014 года в регионе построили и реконструировали 180 спортобъектов, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, стадионов, спортивно-оздоровительных площадок.